Давай расскажем, когда мы едем. Может, ты снимаешь меня? Так, всем привет! Никто не догадается, куда мы сегодня едем. Мы едем в Рос-Анджелес. Едем с Костяном в Рос-Анджелесе. Вот он машет рукой. Я его сегодня подбил. Поехать посмотреть машину. Я еду покупать машину по вот этой пустыне, которая в Калифорнии называется. Он орел, кстати. Видел? Он орел. О, смотрите, он орел. Не успел, короче. Короче, кругом прерии. И мы еще раз убедились, в каком оазисе мы живем. В Сакраменто. У нас еще зелень, трава буяет. Все классно, в расцвете весна. Только проехали миль, наверное, 20-30 за Сакраменто. Короче, трава жухлая, как у нас летом. Все, короче, иссушено, высушено. Ну ладно, поедем за машиной. Костя едет в ужасе. Сразу скажу правду. Потому что он меня недопонял. Я его подбил, и он подумал, что я еду в Сан-Франциско. И он думает, фигня, 2 часа, поехали. А потом так он понял, что это 5 часов. И в Лос-Анджелес. Поэтому едем в Лос-Анджелес. И мы сегодня увидим с далека Лос-Анджелес. Потому что мы, не доезжая его, едем чуть-чуть не доезжая в Бурбанг. Я когда прилетел, я две ночи ночевал в Бурбанг. Район такой, возле Бурбанг. Я теперь туда же, прямо вот на соседнюю улицу, где я жил, еду смотреть машину. И, возможно, с машиной я вернусь обратно. О, сними желтые холмы. Смотри, какие желтые холмы. Вот такая наша Калифорния, когда нет. Не то, что нет, она всегда здесь такая. Когда она здесь зеленая, я вообще не знаю. У нас в Сакраменто все зелень. Вот 100 милов за Сакраменто, в сторону Лос-Анджелеса. И здесь всегда иссушенная трава. Ехать скучновато, потому что вот такое вот. Справа всегда холмы. Но они все желтые. А слева брели. И они тоже желтые, тут сады. Я сегодня видел какое-то животное на холмах, когда близко проезжали. То ли олень маленький, но он чуть выше травы. Мне показалось, по фигуре, как он бежал, мне показалось, что это кубер. Потому что лопатки сзади так поднимались, как у льва. Вот если лев бежит, у него лопатки. Шевелятся. И тут тоже так лопатки такие. Но я не знаю, уже ли я кубера видел? Очень трудно в это поверить, короче. Но у него не было, как у оленя высокой головы. Была голова вниз так, и лопатки двигались. Прикольно, если я видел кугара, это прикольно. Не знаю. Как сказать кугар по-русски, я вообще не знаю. Что это такое по-русски кугар? Это непереводимое животное. Это, короче, аналог маленький лев. Да, как его здесь называют? Кугар. Пума, не пума. Пума черная. Ты же назвал кугар его. А? Ты же его назвал. Ну, как по-русски кугар, я не знаю. Нет, наверное, такого перевода. Короче, перевода нет. Кугар это американское. Я уже раньше смотрел в этом. Там, по-моему, ты ее вперед сможешь снимать. А что меня снимать? Будем успеем. Ты хочешь кугара найти как перевод кугара? Ну, я сиди, естественно. На паузу можно поставить, поискать кугар. Так, ну, значит, посмотрели мы в этом. В гугле, спросили у гугла. И он перевел как пума. Но пума это неправильно, потому что это не пума. Американцы говорят, что это маунтчан лайн. Американ маунтчан лайн. Американский горный лев. Типа такого. Либо там еще, какой-то еще вариант был. Ред лайн, да? Бантера, Ред Тайгер. А, Ред Тайгер. Либо красный тигр. Ну, короче, он маленький, он по размеру меньше, чем тигры, львы, короче, такой. И он желтого цвета. Не желтый какой-то. Вот я, который видел, он был на фоне желтой травы, вот этой выжженной. Он был как рыжий. Очень рыжий такой. Но олень тоже рыжий, я не знаю. О, смотри, полис стопанул кого-то. Видишь, кап? Мы уже второе видим. Оказывается, они здесь есть. Они здесь работают, оказывается. Ты держишь криво. Лучше вперед, может, держи камеру пока держать. Снова на дорогу, товарищи. Или вот на эти брерии, бескрайние брерии. У меня удивлено, почему они желтые? Недавно дождь, помнишь, какие ливни шли? Сильнейшие ливни шли. А тут все желтое. Я прям не ожидал. Вот, поэтому Лос-Анджелес мы увидим сдалека. Там мы будем ехать большие холмы при въезде в город. И будет с высоты, наверное, город, видим так, сдалека. Потому что я помню, когда я оттуда ехал, из Бурбанка, я постоянно ехал на гору. Долго-долго на гору ехал. И мы на этой маленькой каркалышке, на которой наедем, с 1.9 моторчиком, с четырьмя ступенями коробочкой. С кондиционером. С кондиционером. И мы будем ползти на горы. Представляю, когда он будет визжать на третьей передаче, либо на второй. Потому что я когда ехал, в прошлый раз, я ехал на... Это... На Тойоте РАВ-4, это как он? РАВ-4. Нет. Как он так называется? РАВ-4. Да, РАВ-4. Вот. И на РАВ-4, и на новенькой РАВ-4. И рядом со мной Хонда ехала. Помню, она тоже. Мотор у нее визжал. Ревела капец. Поэтому я так думаю, это вот каркалышка, Сатурчик, он будет тоже визжать на второй передаче. Главное, чтобы он доехал и приехал обратно. Хотя бы туда приехал. Если что, мы его там выкинем. В Лос-Анджелесе. О, сколько в Лос-Анджелесе? Двести двадцать четыре и еще мало. Вау. 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 Еще больше, чем проехали. Еще больше? Мы проехали сто шестьдесят девять. Ну, далековато, конечно, да? Пять часов. Пустыня началась. Не, у меня показывало пять, пять семнадцать. Когда я отправился. Но мы попали в одну пробочку там, в целую ночью. Попали с одними козлами. Смотри, как пустыня. Смотри, реально, в прерии, да? Смотри. Красиво. Мне там что-то на нас здесь нравится. Главное, чтобы еще выскочил какой-нибудь кубер отсюда, да? Было бы вообще супер. Такое ощущение, что мы по Техасу ездили. Смотри, что не было в Техасе. Это же не было. Но все желтое, вот такое пустынное, желтое. И только сады зелененькие. Вот сады зеленые. Что они их плевают, наверное, да? Плюют на них. А сады до горизонта. Смотри, сколько видно, да? То есть только сады. Как начинаются отсюда. Вот. Так что кто там предрекает Калифорнии, а не Калифорнии, а Америке, что? Америка развалится, им жрать нечего будет. А я вам скажу. Смотрите, сколько непаханых земель. Если они все распашут, то вам там работы не останется. Они вас закормят все, как и нас тут, да? Только дай им заработать на этом. И распашут все, что можно. Сейчас будем коров проезжать. Сейчас будем проезжать несметное количество коров. Ну, где-то через часа два. Или через час. Я не помню, сколько я ехал, но огромные пазмящие коров были. Я вам скажу, сколько мяса. Миллионы тонн мяса лежат среди этих прерий. Загорают среди этих прерий. Так, мне, наверное, перестроились. Наверное. Я там никому не мешаю. Один какой-то хортик подзет. Или что это. Но он не хочет меня вгонять. Такую обочень я решил быть. Ну да. Чем они здесь распахали? Как будто граница. Как будто мексиканская граница. Глянь. Заброс. Там недалеко, кстати, от Бурбонка. Минут 15-20. Но если будет пробка, то будем ехать час. Так мы же на эту поедем. На гибриде. На гибриде. Я один раз ехал за 20 минут заехал, а второй раз ехал час. В Голливуд. Красиво. Какая-то есть прелесть в этих желтых полмах, да? Что-то в них такое прикольное присутствует. Камерой быстрее не води. Я не могу. Я не могу. На месте раз, так что-то, не знаю, приезжал. Трясется, как-то что-то вибрация. И тут вот-вибрация. Ну, машина, сами понимаете, не Мерседес. Не Мерседес. О, опять халмот далекий сзади. Ой, смотри, сбоку, справа. Видишь, ты кейдж. Прикольно. Да, пока все. Потом еще включится. Так. Ну что? Вот я, блин, хотел снять красивые вот эти. Халмы только что были красивые. Много маль... А, во-во-во, опять. Как это по-украински? В Украине такие тоже есть. Балка, во. А? Балка. Ну, как-то у вас называют балкой. Балка, балка. Да? Балка, смотря что... Балка, это балка. У нас в Беларуси нет таких балок. Да. У нас таких тоже нет балок. Это круто, да? Смотри, как здесь. Вообще круто. Да, крутые такие. Крутые балки, да? Красиво, туда вот на джипе, если заехать, то прикольно. А что это такое? Что это такое? Какие-то виноградники накрытые. Вообще прикольно здесь, только всего так посмотреть. Но отличие от нашего... Мы как будто в другой штат заехали. Да, вон, сейчас мы рискли, я сейчас покрытые могут. У меня такое ощущение, что мы в другой штат заехали. У тебя есть такое ощущение? Нет. Ключение, что мы сюда не вышли. А у меня есть. Ой, красиво тут смотреть. Красиво. У нас в Сакраменто все зеленое, куча зелени. А тут еще вот приезжаем... Весна и пустыня. Дима, ты вправо, Дима, ты влево. Я просто пытался рулить, глядя через дисплей телефона. Есть место. Короче, коров нет. Я надеялся, что сейчас будут коровы. А вот, смотри, что это такое. Как будто корова гигантская. Да? Я перестроюсь. Конечно. Это... Браво Фармс. Это ковбой. О, какое мы место нашли, прикольно. Смотрите, реальный ковбой гигантский стоит. Браво Фармс. Вот такая дорога в Лос-Анджелес. Пять часов холмов и пряри. Где жили раньше индейцы. Индейцы. Что они тут делали? Ни леса, ни дров, ничего. Койоты. И ничего нет. Дикие собаки, Димка. И дикие собаки, Димка. Димка, Димка. Я тоже так подумал. Дикая собака, Димка. Круиз сбился. Уступил этой Хонде. И сбился круиз. Так, ну ладно. Будем ждать эту ферму коровью. Три часа пути, парни. Сколько мы уже три часа где-то ездили? Как этого не знаю. Короче, мы уже... Батарейки селятся, а Лос-Анджелеса нет. И вокруг такая природа, как будто мы в Техасе уже каком-то. То есть, пустыня какая-то. Холмы кончились, они на горизонте видны. Но здесь реально техасские прерии. Бетункой, желтая полоса. Мы только обсудили это, что по ощущениям мы... Не знаю. Где этот Лос-Анджелес, я пока не знаю. Но мы его найдем сегодня. Точно не по этой трассе. Мы не могли трассой ошибиться, мы не могли. Лишь бы только мы не увидели Мексику. Если мы увидим сейчас Мексика, это будет ужасно. Там развернуться нельзя. Я в фильме смотрел, там развернуться нельзя. Да, там если ты уже стоишь в Коломске, ты хочешь, не хочешь, ты едешь в Мексику. И все. Развая обратного пути нет. И все. Вот такая вот она действительность. Реалии вот такие. Мы проехали 254 майла. Майлз. Майлз. 254 майлз. Фу, если б не кондиционер, мы бы сдохли. Как ты думаешь? Я думаю, что нас спас просто кондиционер. Это дешевенький. Это в этой дешевой машине, но неплохо работающий кондиционер. И без кондея вообще не знаю. А в Доро нет машин без кондея? Почему? Машины без кондея здесь есть? Поломанные, наверное. Поломанные, разве что. А, я в объяве видел. Там одна, кстати, дешевая был Форд. И писали, кондиционер не работает. Но даже мексиканцы на нем ездить не хотят, потому что это ужасно. Кондиционер в Калифорнии это все. Трава не выдерживает, природа не выдерживает, солнце палит целыми днями. Мы несемся, кстати, 80 майлов. Здесь стало хорошо ехать. 80 майлов, 130 километров, чуть меньше. Нет, почти 130. И валим непрерывно в 130 километров, если в километрах. Да, не автобан. Не автобан. Это что, вы ехали быстрее, если бы был автобан? Ну, я ехал быстрее. Я подвезти ее. А машинку эту жалко. Она и так бедная. Блин. Но я, слушай, коров не увидел. Калифорнийцы съели за зиму коров. Ребята, извините. Хотел показать, но мне кажется, мы их съели. Мы их сожрали. Голодная зима была. Голодная зима была. Много дождей. Потянуло на мясо. Да, да. И вынуждены были слопать коров. Поэтому покажу их в следующий раз. По осени, наверное, будет опять много коров. Так что Америка скоро загнется, потому что мясо уже не стало. И наступит конец. Там все ждут конец Америки, когда она загнется. А я думаю, когда они уже распашивают все территории. Одни сады, смотри. Мы уже миль, наверное, 20. Ремексов толпа вон пахала. Работа. Я прозевал. Вот сколько едешь, уже миль, наверное, 20. Сады, сады, сады. Они растят нам всякие фрукты, овощи. Соберут. Соберут и привезут нам в магазинчики. Вот. И мы купим. А если самому приехать, в магазине стоят помидоры, где-то я покупаю, 60-70 центов за паунд. А если вы пойдете на ферму поедете, и можно самому поехать, там по 25. И продают так, и клубнику продают, и что-то я видел там. Какие-то там персики, абрикосы, что-то такое было написано. И там картошка и бураки, они все почти по одной цене, по 25 центов. Приезжай, ну, надо много набирать. Там, по-моему, 50 паундов надо брать. Да, 50. 50 паундов? Да. 50 паундов? О, нет, не 50, 100 паундов, ну, 50 килограмм. Да, 50 килограмм, то есть, о-о-о-о, это много. Ну, в любом случае, набираешь 50 паундов, 100 паундов. Надо с кем-то кооперироваться. Не себе, не понимаю. Но по 25 центов, как бы, и все, там все по 25. И клубника, и картошка, и все по 25. Вот линия электропередач, наверное, в Лос-Анджелес напряжение из-за 130 паундов, а эти машин стало больше, мы уже близко, у нас, в Лос-Анджелесе. У нас должны быть большие холмы начаться. Но уже коровы точно мы проехали там, что коровы были где холмы, значит, их порезали на мясо. Ну, мне кажется, ты небо снимаешь, да? Не хочешь, чтобы я торпеду снимаю? Торпеду не хватит, но... Ну, ладно, можем пока потушить. И в следующий раз мы сейчас включимся. То есть мы доедем до холмов, и на холмах надо обязательно снимать, потому что я помню, там с огромного холма мы будем спускаться, и там внизу будет Лос-Анджелес. Very big city, very big city. Very big city. Ты там включился уже, да? Да. Ты русовик вообще не видишь, да? Нет. Это плаза такая вот прикольная, прикольная, перед холмами Лос-Анджелес. Это стадион или что? Нет, там, мне кажется, такое... Стадион, там эти стадионы? Да. Только я не понял. А, знаешь, что сейчас будем проезжать? Сейчас будем проезжать такие аутлиты. Будут большие-большие аутлиты. Вот впереди на горизонте холмы, они нам дорогу преграждают. Вот через эти холмы переезжаешь, и уже Лос-Анджелес. Вообще. Ну, они длинные холмы как-то. Вот. Ну, и бутылки мы кидаем. Так-то. Так, тоже все. Только базу. Американский допил, и назад. Это в дороге, только в дороге. Только в машине. Поэтому такие свинарники в машинах. Да. Там, ну, не те. Ну, все равно. Ладно, все равно давай. Не, ну, много, смотри. Точно, это те. Но холмов нет. Подожди, ты включился, да? Переинали. Короче, одной коровье стадо мы все-таки нашли. Но там на холмах было их еще больше. Смотрите, какие фермы гигантские. Тут коров тысячи. Тысячи коров. Тысячи наших коров, которые кормят нас молоком, мясом и... И прочими деликатесами. А что это не наши коровы? Наши калифорнийские. Это что? Ну. А что ты смеешься? Что это? Это ты смеешься? Ну, конечно же, они не украинские. Это наши калифорнийские. И холмы калифорнийские. Тоже наши. Смотри, побъезжаем к холмам. За ними Лос-Анджелес. А я, когда эмигрировал, я прилетел сразу в Лос-Анджелес. И даже была мысль там зацепиться каким-то образом. Посмотрел на цены и просто зачаровался. Можем, кстати, в гости заехать. Я жил в Болгар. Они такие гостеприимные. Вот такие ребята. Вот такие ребята. Можно к Болгарам в гости заехать. Правда, день они работают через... А, бабушка дома. Мы, когда приедем, уже ночь будет. Нет, туда приедем. Ну, какая ночь? Мы через час приедем. Фу, мы уже едем часа четыре точно, да? А что это, смотри. А что это такое? Что это, сними? Калифорнийцы выращивают... Это маленькие эти ракетные установочки. Смотри, сколько много. Смотрите. Вся Калифорния покрылась ракетными пусковыми установками. Дрожите. Что это такое? Ты сними их сбоку. Смотри, как оно ровно. Ровно-ровно. Как они умеют, да? Алло, опять, смотри. Миллионы пусковых установок. Класс, да? Смотри, как красиво. Не знаю, видео передаст, не передаст. Да и смотри. Смотри, как оно ровно. Как оно ровно. Как посажено. Бляха, да. Тетка, зачем ты еще, или кто это, дядя, как вылез? Очкарик. Очкарик. Реально, столько много. Посаженцев. Я ему уступал, уступал. А он... Ну ладно, теперь он не уступил. Слушай, смотри, сколько саженцев, да? Да. И кто-то утверждает, что тут Америка загнется, им жрать нечего будет. Да они еще вас всех накормят. Можете там не работать вообще. Но мы вас будем кормить. Они из Америки. Опять выехал. Ну что ж такое, да? Фура какой-то. О, полиция. Смотри, коп остановил это. О, смотри. Наш местный калифорнийский коп. Калифорний. Пузатый. Пузатый калифорнийский коп. Ладно. Уже включился, да? Вот, смотрите. Это самая большая пусковая установка в Калифорнии. Ну, не самая вообще. Ну, одна из самых больших. Это главная пусковая установка. Ирвин Эдисон называется. Тут стоит ракетой. Тут сразу стоит 40 ракет на Магаву. Офиг. И вот они холмы, на которые мы должны вот-вот заехать. Но мы уже 50 мл едем, но до них никак не доедем. Я уже не заеду. Как ты не заеду? Заеду? А, абсолютно. Вот они холмы уже красивые. Смотри, справа они желтые. А слева они, где немножко с лесков. Но красивые. Смотри, какие красивые подплесни вьюши. Да. Вот мы уже подбираемся к этим холмам. Сейчас мы на них въедем. Въедем? Да. А тут что в траве едешь? Как будто... Сафари. Сафари. Никто не косит, да, бездельники? Никто не платит. Вот не платят налогов. Не платят, а никто не работает. Никто не работает. Виноградники справа. Видишь, что это винограда? А, ну на вино. Нам вино же надо. Стояние, что ли? Вот и все. Вот и все. Мы с Костей подумали, что по такой дороге самый хороший инструмент был бы варган. Едешь такой 4 часа... Но можно проварганить. По прериям вставил и пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. О, смотри. Что цель? А вот, смотри, что видишь на холмах? Трубы. Трубы какие-то. Это ракеты сложили? Да, да, да. Здесь какие высокие... Цель, я на варганах. Но мы уже почти, почти, почти уцели. Почти. Начинать с ракеты, которая... А, да, да. Да, что она лежит. Кто-то что-то сложил. И не убирает. Надо позвонить. Ну да. Тут же в Америке так. Убираешь, смотришь, не так лежит. Алло. Тут что-то лежит. Целый рот. И пять полицейских машин приезжает и смотрит, что не так лежит. Молодцы наши. Работают вообще капец. Катя иногда возмущается. Глянь, опять что-то клубы приехали. Я говорю, ты радуйся. У нас вызываешь, не приезжают. А тут не надо вызывать. Сами приезжают, все смотрят. А что? А как? А что у нас произошло? Человек недовольный. Вот, пожалуйста. О, нефтяные вышечки, смотри. Видишь, нефть скачает. Вот откуда вся нефть. А там трубы лежат. Вот откуда эти трубы. Это трубы. Это мы нефть продаем всем дешевую, американскую. Видишь? Это трубопровод. Видишь? Ну смотри, она ни одна не работает. Все вышки законсервированы. Смотри, она не крутится. Ни одна вышка не работает. Вот так вот. А, вот одна работает. Вот эта, смотри. Первая вот сразу работает. Через полмили на развилке держитесь с левой стороны. Понял. Ну, этот магазин Famos Footwear. Это тут вообще здесь плазы с огромными аутлитами. Вот они тоже. Их тут много. Вот. И вот они. Вот слева. Видишь, указатель? Outlets. Это тихо какой-то. Тише. Вот это, наверное. Вот тут гигантские аутлиты. Эти всякие фирменные. Адидас. А вон написано, что там есть. Адидас. Хоэндэм. А вон поло, я вижу. Гэп есть. Вот тут гигантские аутлиты. Это вот от Лос-Анджелеса за холмами. То есть из Лос-Анджелеса, если ехать, холмы переезжайте. И будут вот эти гигантские аутлиты. Все сюда ездят закупать матьё дешёвое, короче. Оно и так в Америке дешевое. Но здесь, наверное, оно ещё дешевле, потому что... Потому что это аутлит. Кстати, лес начался, смотри, сосны такие прикольные. Слушай, а мы, наверное, в гору чуть-чуть на машина тянуть перестала. А по визуально как будто бы вниз? Не, мы реально в гору едем. Уже? А я педаль... А здесь обманчивая гравитация? Ну, я давлю педаль, а она что-то еле-еле. Кондюрик может убрать? Не надо, не надо. Мы запаримся. Запаримся подниматься. Да, запаримся подниматься. Мы уже мил-5 едем, да, вроде холмы под носом, А вот никогда них не доедешь. Не, ну реально, смотри, какие холмы пришли, да? Да, правда. Это даже не холмы, это горы. Да, хорошо. Да, хорошо. Так, вот здесь какая-то развилка. А, нет, это смотри. Все, кто едут в город, они вправо уходят. А все, кто едет из города, мы оттуда будем с тобой спускаться потом. Видишь? Из горы. Прикольно, да? Разделение движения. Ну, движок. Вот, кстати, это очень для безопасности хорошо сделано, потому что нет потока. Да, попутных машин нету и мало шансов встретиться в лобовую, где-то удариться. И это очень классно. Америка здесь вся такая, Калифорния, все на безопасности. Ну, там реальный трафик, смотри, ползут, ползут. Или это большие машины ползут? Ну, вот, короче, у меня машинка уже на третьей передаче ползет, бедняжка. Моя бедняжка уже гудит цилиндрами, потому что мы ползем в гору. Реально, вот он первый холм. Ой, ты что, сдурела, что ли? Серьезно? На втором и пять тысяч оборотов. А ты на... А, стой, ты же едешь на круизе. А что, надо выключить круиз? Ну, выключи его, нафиг ты что? А, точно. Так она, наверное, не тянет, скорость падает. Не, не падает, тяжело. Капец. Мозги тупые. Не, ну, нам, может, надо медленнее ехать, я сильно душил. Давай кондерик выключим. Не надо, мы запаримся. Не надо, мы запаримся. А так она запарится. Да не, запарится. Ну, пусть парится, аж это ее работа тянуть на сборы. Блин, ты тянешь, у себя мало. Ладно, сейчас наоборот. Блин, едет сотку, говорит, не тянет ни фига. А, так я в километрах я уже не осознаю. Не осознаю в километрах. Ты небо снимаешь, мне кажется. Нет, если бы я дорогу. Караваны идут. Ну да, мы по-нашему едем 100 км в час по-европейски. Бреки, горы красивые. Пуще классно. Поверишь, ты заодно и в горах побываешь. А то живешь в Калифорнии, и гор не видал. Я такие горы за горы не считаю. Не, ну смотри, красивые, реально. Вот так вот, перед Лос-Анджелесом, вот такая красотулька. Блин, только моя машина ехать не хочет. Скорость падает. Скорость падает. Уже меньше шестидесяти лет. Душу ее. Под шум ветра. Значит, мы снимаем под шум ветра. Мы приближаемся к Лос-Анджелесу. Осталось миль. Пятьдесят, наверное. А может, меньше. Около пятидесяти миль. И вот мы забрались на эти холмы, и сейчас по ним едем. И, в общем, красиво вот. Красиво тоже. Ну, а фирма вот, скажем, с ними. Там много фирм. Я же они по-пустам. Я хочу, я бы здесь домик купил бы. Даже не знаю, что я бы делал. А вот коровы местные. Местные, калифорнийские, скажем, с пропиской. Да, они, правда, с пропиской, да. Это, скорее всего, не коровы, а быки, наверное. Да, быки, я вижу. На мясо, на мясо. Хорошая зазрение. Красиво, да, смотри. Так же, не знаю, можно ли вот взять, как в Калифорнии. Съехать? Да, вот так вот и пойти. И пойти через холмы. Я думаю, можно. Как правило, они огорожены. Я вот там за Вудлендом. Я туда пытался переехать, а они все загорожены. Мы здесь что-то. Я думаю, что частная территория, что они куплены. Но здесь тоже сетка какая-то. Ну, если сетка, значит, это частная территория. Вон сервисы всякие. Я не знаю. American Car. А где пока он выдохнет? Сухой воздух какой-то. Мне постоянно пить хочется. Я так кондиционер выключил, иначе будет. Да мы его давно уже выпьем. Понятно же. Понятно. Голодная долина. Ну что, голодная... Не, Valley, это ж долина. Голодная долина. Голодная долина. Ну, я не знаю, если это рука, да? Ну ладно, мы без фивела. Ой, у меня уши уже заложили. Короче, красотища, ребята. Проезжаем голодную долину. Стэйт парк, Нэкстэйт. Жорстан. Меня сейчас... Меня придерживает этот... Как он называется? Кто из контроля? Нет, красиво тут, а? Как-то я когда первый раз ехал, я это все не замечал. А теперь мне даже это все нравится. Сейчас стекло выдует. Реально с горы хорошо едет. Кондиционер на таком маленьком моторе 1.9 действительно отнимает. Выключили кондиционер, и машинка легко в гору поперла. А до этого на кондиционере она аж на вторую передачу переключилась. Так визжала бедная. Хотя и горы такой не было, чтобы... Очень уж сильная, я не знаю. О, смотри. Это BMW i3. О, я на своем канале ее снимал. Приходил на этот... Короче, на Плазу, где продают BMW i3. О, кстати, новость. Все, кто любит автообзоры и ждет автообзоров, я теперь сделал другой канал, называется MotorOff. И я туда теперь буду выкладывать автообзоры. И автомобильная тематика больше переплывет туда. Автообзоры. Ремонтные будут и на этом канале. Там больше автообзоры такие будут. То есть, о машинах... Все о машинах, кроме ремонта. Тест-драйвы. Да, тест-драйвы, экономичность, замеры. Вот такая вот автомобильная тематика. Техническая фигня. Да, но ремонты будут и на этом канале, если там что-то я буду делать. Если мы сейчас купим машину, то я тебе начну рассказывать о хайбридах. Ну, о гибридах. О, боже. Ну, а там вечно цепляются к словам. Там любят, там некоторые. О, ты там говоришь, что ты слово забыл. Я говорю забыл, но подразумеваю, я его в данный момент вспомнить не могу. Но иногда такие слова есть, которые говоришь тут постоянно в Америке. И они на ум как бы быстро не приходят. А если всегда говоришь апартмент, то чтобы вспомнить, как это, а как на русском. Ты сразу же как-то квартира там. Сразу, ты привык к апартменту, целыми днями говоришь апартмент, так? Ну, так есть апартаменты на русском? Нет, это совсем не то. Не употребляют в русском апартаменте. Это редкость вообще. Там под апартаменты как-то другое. А здесь все, любая квартира апартмент. Квартира вообще. Апартмент и цирка. Нет, ну много таких слов, которые здесь часто уже употребляют. И иногда сразу вспомнить не можешь это слово. Проще по-английски сказать. А там заходят всякие, как они называются, патриотически одурманенные. И настроенные. Да, сейчас в России там есть такое. И из-за одного слова там трехэтажным матом. А я их удаляю и баню всех придурков. Нет мозгов, нифиги писать тогда вообще на канале, правильно? Я так считаю. Я раньше банил мало людей. Я за год два человека, когда канал открыл, за год, в год два человека банил. Я теперь в неделю по десять человек баню. Да, вообще какие-то. Популян нас растет. Да пишут трехэтажным матом. Я их всех в баню. Слушай, ну это не та холла, не тот холл, не тот холл, куда я забирался. Мне кажется, мы еще не переехали. Опа, несла 80-х. Ну, я, слушай, сама несется. Трусится, слышишь? Да, трусится. Все несутся, смотрят. Все несутся. Джигиты, в Лос-Анджелесе. Тут большая в Лос-Анджелесе большая диаспора армян. Воздух сухой. Я прям чувствую. Все пересекает. Я даже куплю. Вот такой водоем красивый. Ага, ступы такие. Так красиво. Короче, тут какой-то водоем, типа либо водохранилище, либо что-то красивое. Называется Vistel del Lago Road. Vistel del Lago Road. Это испанскоязычное. О, смотрите. О, красиво. Смотри. Слушай, это не рестерия? Вот так вот перед Лос-Анджелесом. Или после Лос-Анджелеса. Смотри, это не рестерия. Смотри, это не рестерия. Смотри, это не рестерия. А там какие-то пирамиды Хеопсины. Ахеопсины пирамиды. Красотища. Смотри, вот мы на гору поднимаемся. Скорее, что сейчас будет спуск. Напомню, что он был очень большой спуск. Смотри, сколько грузовиков едет. Все мечтающие дальнобоя. Вот так вы будете ехать. Такими колоннами, вереницами. Смотри, как их много. Такие горы переезжаем. Не сильно скалистые. Мне кажется, мы все время вверх приедем. Почему у меня мотор свежет? Мне кажется, все время, что мы куда-то ели. Вообще, теоретически, нам осталось 30 майлов. Мы очень где-то близко. Примерно как от нас, Далбург. А, кстати, сколько? Да, целая вереница. О, какая дорога красивая. Парни, впереди Лос-Анджелес. Но мы его еще не видим. Сейчас увидим. Вот такая дорога. Возможно, за этими холмами уже Лос-Анджелес. И вот, наконец-то. И вот, наконец-то. Мы видим уже, как они называются правильно, Сабурби. Сабурби Лос-Анджелеса. Вот эти городочки, которые... Вот они сплывали. Да, вот начались городочки. Мы уже подбираемся. Но в сам Лос-Анджелес мы не заедем, сам город. А может, и заедем. Ну, вот она, Сабурби. С этих холмов спускаешься. Так, мы пишем. Пишем. Ребята, мы уже въехали. Мы уже въехали. Вон там этот, вот, кстати, с ними детский, детский... Как он называется? Луна-парк, короче. Вот типа Луна-парк, да. Он горки, американские горки, Лос-Анджелеские. Видите? Мы сейчас проезжаем. То есть мы еще в сам город не въехали. Мы пока в окрестное. Ну, Сабурби, да, вокруг города. Вот эти все городочки. А вон, кстати, едут, смотри, на этих аттракцион. Вон катаются, видишь? Да. Вот. Я не знаю, как этот городочек называется, но мы почти доехали. Мы почти доехали. И мы едем в какой-то городок, называется какой-то Антик, или как он, Анник? Я забыл, маленькое название. В общем, чуть-чуть не доезжая Бурбан. Там, где я жил, когда приехал в Лос-Анджелес. Возле Бурбан, если кто посмотрит карту Лос-Анджелеса, то городочек Бурбан такой, в окрестностях. И мы сейчас сюда где-то подъезжаем. Где-то 5 майлов осталось практически. Вот. И по заказу Кости, возможно, мы еще... Костя хочет увидеть Голливуд, у него мечта жизни. Увидеть Голливуд, увидеть надпись. И говорит, все, программа жизни будет выполнена. Программа поездки в Америку выполнена, и можно разворачиваться. И ехать с Агромандой. И чесать. А может, в Украину уже столько денег? Да, конечно, обязательно. Ладно, он согласился только на Саграманду. Пока обратно свое село поймем. Только в село наше, да. Столица какое село? Солица? А, ну да. Мы же столичные люди, это что? Мы же столица. Мы же столица, понимаешь? Смотри, желтая, да, вот сразу. Первое, что вам бросится в глаза, да, желтые холны, желтые. В Саграманду везде зелень. В данный момент в Саграманду зелень. У нас травка зеленая, деревья. Вот кажется, разница. 370 майлов и совершенно другая природа. Совершенно. Но у нас так будет летом. Через месяц, через полтора, да? Не знаю. Да, через месяц у нас будет вот так. Но пока у нас зелень. И мы этим гордимся. Да. Гордишься этим, конечно. Окей. Ну все, мы почти доехали. Мы сейчас выключаемся. Я ждам, включимся возле машины. Поехали. Так, парни. Мы наконец доехали до Лос-Анджелеса. Вот. Он нас встретил какой-то такой тоже жарой, духотой. Душно и жарко. Как всегда, как я и раньше говорил, он встретил нас грязью. Лос-Анджелес он такой какой-то грязный город. Мне и первый раз он мне не очень понравился. Сейчас выезжаю. Такой немножко неопрятный. Вот. Ладно. Мы сейчас ждем хозяина, который приедет и покажет нам машинку. И тогда я вам сниму и покажу. Что-то тут нашел. Немножко, может, по городу прокатимся. Да. А пока вот такое место. Вот здесь вот хайвей. Видите, какая стена? Тут за стеной хайвей. За этой бетонной большой стеной. Но все равно шум слышен в дороге, да? Ну, Лос-Анджелес, конечно, тут пальмочки. Так оно, конечно, прикольно. Ну, ладно. Включаюсь.